Работа с деревом, работа плотника из столяра – это очень интересное искусство. Природа создает вообще идеальные творения для того, чтобы использовать их в деревянном доме и в интерьере, и в экстерьере. Эти качели, они сделаны из сосны, но сосна сама по себе очень интересная. То есть в лесу есть место, где усосим такие кривые ветки. Вот это место мы нашли, и оттуда мы добываем ветки для вот таких вот красивых вещей. Это место под Козельска. То есть у нее ветки растут криволинейно. И вот целиком эти ветки берутся, обрабатываются, и получаются вот такие интересные вещи. Интересная история этих стульев. В старом яблоневом саду был пожар. Часть деревьев сгорела, часть деревьев просто обгорела. Яблоневый сад простоял несколько лет. Под дождем, под снегом, под солнцем. У дерева открылась очень интересная, красивая фактура. Поехали, договорились с хозяевами. Ну и вот получились вот такие очень интересные предметы мебели. Из веток яблони сделан сам каркас этой мебели. Он, естественно, обработан, отшкурен, пропитан маслами и восками. Ну и определенным образом скреплен. Сиденье сделано, скорее всего, из спилотополя. Изысканность в грубости – характерная особенность рустикального стиля, в котором сделана эта мебель. В переводе с латинского «рустикус» означает «деревенский». Название говорит само за себя. Основной закон стиля «рустик» – близость к природе. Натуральное дерево и камень минимально обрабатываются, а значит, сделать такой интерьер своими руками более чем реально. Красота и пластика дерева позволяют использовать его разных элементов декора в виде ручек для дверей, в виде ручек для мебели, в виде люстр, в виде просто самих каркасов мебели. Здесь имеем дуб, с которым мы сделали мебель. Это целая доска. Она не клееная. Также мы видели на дверях дубы 60 см доска черной. Она не клееная специально для того, чтобы видно был массив. Вот он, видно вся текстура дуба. Да, она чуть-чуть прогнулась, сминулась. Но это как бы здесь стилистика такая, что можно это еще раз плететь, еще раз подогнать. Обязательно надо брать сухой стой. Почему? Потому что он уже не дает вот эту кряжистость. Это как бы сырой дуб был. И здесь чуть-чуть дали стилизацию. Коры уже прикрепили к сухому дубу для того, чтобы подчеркнуть вот эту тему. Здесь обязательно имеем кору. Конечно, под корой где-то могут быть червячки и так дальше. Это надо пропитать не один и не два раза. Может и пять, и шесть, и семь, и восемь раз. Чтобы это все потихоньку убивалось. Потому что когда здесь затопили печку, когда зимой, вся живность, которая в сухостойном лесу была в Калуге, она поперла на улицу. И здесь один хороший пылесос был убран вот этой мушке, потому что она полезла где-то в течение недели-двух недель. Происходили такие события, которые показывают, что это дом живой. А что раз живет живно, значит, можно жить в нем тоже и нам, человекам. Скамьи, столы и барные стойки часто обрабатываются эпоксидной смолой. С одной стороны она защищает дерево, а с другой становится декором, напоминающим стеклянное покрытие. Помимо интерьеров и декора, рустик идеален для малых архитектурных форм, таких как беседки. Материалы вовсе могут обойтись без обработки, что только добавит колорит постройке. В особенной цене старое дерево. Поэтому если вы недавно разобрали дедушкин сарай, не стоит торопиться выбрасывать посидевшие доски. Человек может дать дереву и дает дереву вторую жизнь, причем на несколько столетий вперед. В стиле русского деревянного зодчества, в частности, у меня сделан детский домик и деревянный забор. Домик планировался как целый комплекс с горкой, с качелями. Поскольку это детский, то и сделать его хотелось именно каким-то сказочным, каким-то древним. И поэтому он и выглядит весь такой из горбыля, доски горбыль на крыше. Это при разборке старого дома возник материал, который трудно куда-то использовать. А в данном случае он пригодился как нельзя кстати. То есть различные конфигурации доски. Верхние, так называемые, охлупени старые зодчества. Обыкновенная сосна, которую нашел в лесу, было выкорчено во время урагана. Чуть подделал ее. Рядом засохшая яблоня, тоже которая вписывается. В качестве перил использованы ветки. Всегда на садовом участке происходит обрезка. Обрезается яблоня, вишня. Вот эти обыкновенные ветки также использованы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова